Итак, миссия на сегодняшний день найти что-то, куда мне можно будет во время бега положить телефон. Типа вот это на рукавника, на руку. Либо какую-то маленькую сумочку, я не знаю. Но я в прошлом видео вам говорила, что возможно я забыла на рукавник. Да, это так, я его забыла. У меня дома два, и я думала, что я один кинула в чемодан, но нет. И теперь мне нужно что-то придумать, потому что 42 километра держать в руке телефон. Мне кажется, это не очень удобно. Да, кстати, как вон кепочка. Панда-панда. Панда-стайл. Вот. Я не знаю, я хожу в каком-то очень странном районе. Еще надо купить какую-то еду. Чуть-чуть пообедать, потому что завтрак у меня был и ужин у меня будет в отеле. Обеда нет. Жара. 30 градусов почти. Так что марафон завтра будет веселый. Мне стремно, честно вам скажу. Даже какой-то спортивный магазин. ура. Может, тут будет. Ура, ура, ура. Пальчик. Пусть, 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 пусть. Нету, ребята, тут нету тоже. Что делать, что делать, что делать. Ладно, не сдаемся. Должаем поезд. Попробуем. 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 Пока-пока. Пока-пока. Они такие милые. Спасибо. Все, слава богу, я нашла наркавник. Не такой, который у меня был, немножко такой, более свободный, но хоть что-то. А эти девочки такие, они милашки. Я пришла в один магазин, у них не было. Она меня повела в другой магазин. Они уже там меня встретили. Ааа, привет-привет. Непонятно, на пальцах разговаривают, потому что они английский вообще не знают. Ну, естественно, русский тоже. Без языка, но мы очень приятно пообщались. Hello? Hi. Лиза просила покачаться на качельки и поесть морской водоросли. Очень даже не черт. Еще взяла попробовать такие японские мочи с вкусом ракисовой пасты. Они такие мягенькие. Классные. Ну что? Ммм. 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 Очень вкусно. Какие мягкие, знаете. И внутри реально ракисовой пасты. Это тесто вроде бы делось из риса. Если я не ошибаюсь. Ну, просто диваны надорожные. Дороги. Ну, ладно. Нормально. В принципе, ничего особенного. Это, наверное, знаете что? Это, наверное, мулбери. Мулбери. Вот это мулбери. Это... Слушай, как по-русски. В общем, я тут напишу и посмотрю, как по-русски будет мулбери. Всего жду свою егу. Конечно, так интересно. И абсолютно... Мне такого нигадача не было, потому что, ну в любую страну, куда не перейдешь, хоть чуть-чуть люди понимают. Там милстово, а здесь вообще нет. Если бы не интернет, если бы я не могла показать им картинку того, что я почему бы не любил, Я не знаю, как бы я тут справлялась. Я захотела рис и, естественно, я не знаю, как будет рис. Я показала картинку риса. А, ну да, окей, окей, все, понятно. Вот что мне принесли в итоге. Рис и вот эти овощи в каком-то срубе. Не плохо. Соревноватый. Грибочек. Узел из рисовых нудусов. Знаете, на самом деле очень вкусно. Большой фут и рис стоят всего лишь чуть больше доллара. Представляете? По-моему, это прикольно. Я надеюсь, что, конечно, не оторвлюсь. Ну что ж, это было вкусненько. Единственное, было, конечно, соленовато. Но, знаете, что я узнала? Что перед марафоном, перед какой-то длинной очень дистанцией, лучше, наоборот, есть более что-то соленое. Потому что, я так понимаю, для того, чтобы много жидкости не терять, это, пожалуй, тот случай, когда я не жалею, что я съела много соли. У-у-у, привет, Гусик. Ты такой миленький. А ты? Что ты там присел? Отдыхаешь? Жарко тебе? Они напоминают у меня меня с Любой. Я это черный, а Люба это белый. Ты же все-очень. Давай я заберу домой. Сейчас я вам хочу немножко рассказать про марафон, когда мы начинаем бежать, время, что нам говорили, какие были трудности, скорее всего, и так далее. Значит, во-первых, марафон, я думаю, что вы уже знаете, если не знаете, то расстояние это 42 с лишним километра. Я помню, что 42 с хвостиком, а точно, вот стыдно, но точно я не помню. По-моему, 42 и 100 метров, либо 200 метров сейчас. Значит, марафон это 42 километра 195 метров. Марафон мой будет частично, он не полностью будет по китайской стене, но большая часть это по деревенькам китайским. Бежим пару километров до стены. Первые пары километров тоже идут вверх, но наклон там не очень сильный, но все равно он будет. Что, в принципе, для начала дистанции иметь подъем. Лучше было бы, чтобы было плоско, но как есть. Потом будет стена, и сама стена будет 3-4 километра где-то. Потом спускаешься вниз. Здесь у меня вот этот гид. Вот вот. Runner's Guide. Вот карта. Тут сложно понять, что где это карта. Вот здесь вот стена. Вот тут Иньянь площадь. Здесь будет начало. Потом до стены пару километров. Потом по стене. И пошло вниз расстояние. Домики это деревеньки. Мы будем бежать по деревенькам различным. Бежим, 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 бежим. Дальше. Есть люди, которые бегут еще полумарафон. То есть есть люди, которые бегут марафон. Вот я бегу марафон. А есть еще дистанция 5 километров и дистанция 20 километров по марафону. Люди, которые бегут двадцатку, они делают меньший круг и возвращаются в площади. Если честно, мне сложно сориентироваться по этой карте. То есть если в начале у нас был, мы бежали к стене, потом по стене вниз, то обратно мы будем бежать, обратно это же расстояние. То есть мы бежим с конца на стену, поднимаемся наверх. И потом вот те пару километров, которые мы начинали, мы ими и будем заканчивать. То есть по стене нужно бежать дважды. Сначала марафона и в конце. Что вот это в конце меня, конечно, пугает. Я не знаю, как можно будет. То есть после тридцати, где-то шести километров, еще предстоит еще один подъем. И вот это меня настораживает реально. Начинаем мы бежать где-то в 7.30 утра. Почему так рано? Потому что здесь днем 30 градусов. И, конечно, не очень хочется бежать по 30 градусной жаре. Хотя на самом деле все равно это случится, потому что если мы в 7.30 выбежим, то минимум часа 4-5 бежать, то все равно мы жару какую-то на застанем. Но на стене, насколько я знаю, не так жарко. Там ветер, там продувает и там нормально. Как уже будет в этих деревеньках? Не знаю. Не знаю. Наверное, будет жарко. А, еще нам говорили такую фишку. Если вы знаете какое-то приблизительное свое время, то есть те, которые раньше люди бегали марафон, они знают свое приблизительное время, за которое они пробегут, ну скажем, 4 часа, то в этом марафоне нужно прибавлять еще как минимум 2 часа к своему нормальному времени. Именно из-за стены, из-за подъемов, из-за неровной дороги, из-за жары. Ох, господи, не знаю, не знаю. Когда я говорю людям, что у меня здесь, что это мой первый марафон, мне говорят, ну, удачи. Вот. Все, что я вообще хотела сказать, немножко поделиться с вами своими планами на завтрак. Подъем у нас в 3 утра, потому что туда к стене еще ехать час, потом пока завтрак, пока разминка, пока туда-сюда, пока всех соберешь. Бегут примерно 3 тысячи человек. И, ну, что такое собрать? 3 тысячи человек, понятное дело. Нужно время. Сегодня у меня такой день, я особо ничего не делаю, отдыхаю, набираю сил, скажем так. Сейчас пойду на ужин и наемся риса с овощами. Попытаюсь пораньше лечь спать. А еще в сумме нужно будет преодолеть 5164 ступеньки. Сложность еще в том, что ступеньки, они очень неровные. То есть, сначала идут очень большие ступеньки, потом они идут совсем-совсем меленькие, потом большие, потом вообще ступеньки абсолютно неровные, какие-то просто обулыжники лежат, и ты должен на них, через них кто-то переступать. То есть, вот в этих местах, понятное дело, лежать физически просто невозможно. Придется в какие-то моменты просто идти. На этих ступеньках, когда ты идешь вверх, вниз, ноги забиваются. Ну ладно, что загадывать, как будет, так будет. Я не планирую закончить какое-то конкретное время, я планирую просто его закончить, просто преодолеть этот марафон. Я начала гуглить самые сложные марафоны в мире. Первый самый сложный марафон в мире – это Эверест марафон в Непале. Чаллендж уровень 8. На втором месте – Китай. Китайский марафон по Великой Китайской стене. Понятно дело, да, который я бегу. Здесь уровень сложности 6. На третьем месте – Safari Con Marathon. Где-то в Кении, да. Четыре – это на полярном круге марафон четвертый. В общем, лучше бы я это не любила. Все, пойду наемся риса и пораньше лягу спать. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...